Елизавета настроена по-боевому. В этом спорте не новичок, занимается уже 6 лет. Есть результаты, есть чем похвастаться. Многократно чемпионный призер Кубка Сибири, первенство России, международных игр, дети Азии, мастер спорта. Сложно не значит невозможно. Тренировки без прогулов, плюс желание заниматься спортом. Тогда и будет результат делиться спортсменка. Тренировки усилены, моральная подготовка, в общем, все, поддержка друзей, родных, тренировок. На спине начала плавать, поставила новый рекорд на спине и кролем и батерфляем побила свои результаты. Сейчас Елизавета оттачивает кроли батерфляй. На прошедшем первенстве Сибирского федерального округа пловчиха стала первой своей дистанцией и получила пропуск на всероссийские соревнования. Право на участие также заслужили 10 пловцов из Иркутска, Братска и Ангарска, завоевав медали разного достоинства. Алексею Брянскому даже удалось побить рекорд Иркутской области. Стрелка замерла на 23,48 секунды на дистанции 50 метров вольным стилем. Результат мог бы быть лучше, если бы тренировки велись в 50-метровом бассейне, признается Алексей. Когда соревнования на 50 метров гораздо труднее, потому что привыкли к 25-метровому, это другая обстановка, абсолютно другие возможности. Ребята усиленно тренируются два раза в день по два часа, готовятся сразу к двум соревнованиям. Всероссийским на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова и к первенству России она пройдет в декабре в Казани. Наши спортсмены довольно-таки неплохо выглядят на фоне, так скажем, своего уровня развития, своей возрастной категории. Если брать старшую группу, то у нас, к сожалению, даже нет призеров в Сибирском федеральном округе. А вот дети, которые плывут по первенству, это мальчики 5-7 года рождения и девочки 7-9, достаточно хорошо подготовлены. Девушки и юноши будут выступать в одиночных эстафетных заплывах на 50-100-200-400 метров, демонстрировать разнообразные стили плавания. Туяна Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас.